Да нет, конечно, он действовал, этот проект, он не был запущен, но он был, он существовал, а вот теперь мы видим, что случилось. Это первый момент. Теперь по поводу того, а собственно, где это произошло. Я обратила внимание, возможно, не во всех источниках, но в тех, которых я читала, активно муссировалась история по тому, что это якобы нейтральные годы и так далее. Да нет же, это особая экономическая зона Дании и Швеции. Скажите, пожалуйста, эти страны находятся в каких образованиях? Может быть, это СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС, РИК? Нет, конечно, это вот эти самые натоцентричные страны, это те самые страны, которые нашпигованы американским вооружением, это те самые страны, которые полностью контролируются американскими спецслужбами, абсолютно и точно находятся под контролем спецслужб Соединенных Штатов Америки, которые полностью, подчеркну, полностью контролируют там обстановку. И теперь о спутниках. Вот вы говорите о том, что там американские спутники, да там не только спутники американские, там всё на воде, под водой, над землёй, в земле, там всё нашпиговано американским оборудованием. Только есть маленькая деталь. Как вы помните, когда случилась трагедия в небе над Украиной с малайзийским Боингом, много лет наша страна призывала Соединённые Штаты поделиться информацией с их разведывательного оборудования. Спутники, систему наблюдения и так далее, и так далее. Они что-то дали. Не нам. Мы не для себя просили. Мы просили для международных расследователей, для группы международных расследователей. Не дали ничего. Вы считаете, их там не было? Конечно, мы прекрасно сейчас видим, что они полностью точно так же подчинили себе всё, что контролируется киевским режимом. Я имею в виду американские спецслужбы. И теперь мы послушаем господина Блинкина, который говорил о том, это удивительно, сутки назад, что то, что случилось с Северным потоком, вот эти вот взрывы, которые специалисты, сейсмологи отказались считать результатом землетрясения и так далее, что они не выгодны никому. И разрушение этого трубопровода не выгодно никому. Это как это не выгодно никому? Много лет Соединённые Штаты Америки вели борьбу с этим проектом всеми доступными способами. Напомню слова Виктории Нуланда, Нуланда, января текущего года. Так или иначе мы покончим с этим проектом. А что было до этого? А что при республиканцах было как-то по-другому? Они что, нейтрально относились к проекту? Они делали всё, чтобы его свернуть. Только тогда они использовали незаконные, находящиеся за пределом морали, права, логики, способы политического давления и шантажа, когда использовались дипломатические ресурсы для того, чтобы оказывать прямое давление на руководство, в частности, Германии. Но оно тогда выстояло руководство Германии, я имею в виду Мерки. И она понимала всю стратегическую значимость для своей страны этого проекта. И у них не получилось. Демократы пошли другим путём. И поэтому, когда господин Минкен говорит, что никому не выгодно... Ну, это смехотворно. Это смехотворно. Это ложь. Понимаете?